Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава в АЭЦе, понедельник. Написано в древних книгах, что жизнь никогда не идет по тому пути, который выбирает сам человек. Всю нас подстерегают неожиданности, планы вынужденно меняются самым непонятным образом. Ибо с небес каждый день направляют каждого туда, где он может совершить то исправление, которое нужно ему, когда он пришел в этот мир. А не то, что хочется нам. И вот это несовпадение наших желаний и желаний неба иногда порождает проблемы человеческие. Но и сам человек должен очень внимательным быть, чтобы не пройти против знаков своей судьбы. Гедорщи рассказывает нам, что Яков в этой недельной главе прошел место, на котором молились его отец и дед, и потом вернулся, то есть услышал знак судьбы, правильно его понял и вернулся. Вернулся на то место, которое будет построен потом, Иерусалимский храм, и с этого началось его восхождение. Именно на этом месте он увидел знаменитую лестницу Якова. Все изменилось, когда он услышал знак судьбы. Откуда мы знаем, сколько таких Яковов прошли и не вернулись назад? Прошли мимо своей судьбы, прошли мимо своего предназначения. Не услышали тот голос, который с неба подталкивал их в нужную сторону. Именно вернувшись и заночевав в том месте, Яков увидел мистическую лестницу, по которой ангелы поднимаются и спускаются. То, что они сначала поднимаются, показывает, какое колоссальное значение имеет наш поступок в этом мире. Именно наши поступки порождают плохих и хороших ангелов, которые поднимаются на небо и влияют на состояние мироздания всего. Такая громадная сила дана человеку, есть и другое толкование. По сути, оно только подтверждает вышесказанное. Звучит он следующим образом. Сам человек, это лестница, стоящая на земле и вершина, достигающая небо. И любое движение, любое наше дело, любое наше слово оставляет колоссальный след в верхнем мире. Причем это, вот как воронка, оно увеличивается, но у нас маленькое слово, оно идет дальше и дальше и расширяется. Наши действия на мир уникальны. Поразительный ответ дают мудрецы о том, какие им вопрос задают себе люди, для чего они пришли себе в этот мир. Вообще, для чего человек пришел в этот мир. Главный вопрос, зачем пришел человек в этот мир, всегда задается как-то человеком, какая цель моего прихода в жизнь. И вот есть ответ очень интересный. Человек сам выбирает, для чего он пришел в этот мир. И он сам может выбрать дорогу. Он может выбрать дорогу набивания живота, прогулок, путешествий, чтения книг о Гулливере, там еще. А может уделить время своей душе, и тогда цель будет совсем другая. Понимаете? Оказывается, мы действительно хозяева своей судьбы. Главное в этой судьбе, что выбор дороги за нами. Есть предопределенность, многие вещи, которые спускаются с неба, но дорогу все равно выбираем мы сами. На небе есть только идеальная модель нашего развития, какие мы могли бы быть. А какие мы будем, мы сверим потом, через 120 лет. Это все распространяется и на нас сегодня. Действительно, вполне вероятно, в этот самый момент жизни был предопределен. По мере того, как меняюсь я сам, меняется и моя судьба. Меняется предопределение неба. Всякий выбор, который я делаю, превращает меня в другого человека. И каждое новое измерение, будь то оно маленьким или великим, влияет на мое будущее. Это относится как к положительным поступкам и к положительному выбору, так, к сожалению, к отрицательному. Это также включает в себя действия и бездействия определенных ситуаций. Мы сегодня в дороге. Каждый может остановиться или вернуться в ту точку, с которой, ему кажется, он повернул не туда. Может, он не вернется сегодня, а вернется завтра. Все в наших руках. И вот если мы найдем вот эту точку, то вот эта лестница в небо, она есть тоже у каждого из нас. В том, личим ли мы ее вопрос. Вопрос в том, пользуемся ли мы ей. И потом следим за местом, где вот эта моя лестница стоит. Помните, ангел должен сначала восходить, а потом сходить вниз. Мы должны делать дела, а Бог должен отзываться на наши действия. Сегодня это потеряется, сегодня этот путь в тупике. Сегодня все хотят что-то от Бога, но ангелы должны сначала подняться. Это фантастически важный урок для нас. Находясь в весьма нелегких ситуациях, мы должны понять, каким образом это произошло со мной и для чего Создатель послал мне эти испытания. Вот такая вот история. Вот такая история с лестницей, с нашими праотцами. Нам все предсказано, нам все рассказано, чтобы облегчить дорогу. Нам только всматриваться надо, вслушиваться во все это. А если тебе не понравился этот мир, ну тогда одному ученику, который жаловался на несовершенство мироздания, раб Мендель возразил, если ты можешь лучше сделать мир, так что ждешь? Иди и принимайся за дело. А если ты не можешь, ну воспринимай мир такой, как он есть. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего. Хорошей рабочей недели. Хорошего здоровья. Брахава, Ацлаха.